Добрый вечер дорогие телезрители, четверг 19.15 в эфире национального телевидения программа «Народный контроль», которую веду я, Дмитрий Аргунов. Как мы помним, в конце декабря прошлого года был определен ряд мер по обеспечению второй или третьей волны, может даже, смотря откуда считать, ипотеки с господдержкой, которую многие называют социальным явлением, поэтому второе название получает социальная ипотека. Наряду с военной ипотекой у нас в стране действует еще и социальная ипотека. И в феврале кредитные учреждения начали выдавать ипотечные кредиты по сниженной ставке. Какие условия для этого необходимо выполнить, об этом мы поговорим сегодня в программе «Народный контроль». Начинаем. И вначале я хотел бы немножко банковскую структуру в сторону, скажем так, отодвинуть и обратиться к риэлторам. Тем людям, которые непосредственно работают на рынке недвижимости. Кто из вас помнит первую волну, когда пару лет назад пошла волна ипотеки с господдержкой, когда по сравнению с обычными действующими ставками ряд банков начали выдавать по пониженной ставке. Я там помню, явления такие были, да, ипотечные субботы, ипотечные какие-то там карусели, ярмарки. И люди прям как пирожки горячие покупали, мы не забываем, что кредит это такой же продукт, как батон хлеба, да. И люди покупали, ну, буквально по 30-40-90 даже договоров в день было, да. Вот давайте ваше видение складывающейся ситуации на рынке недвижимости, с кого начнем? Да, да, давайте, люблю вот. Здравствуйте, меня зовут Валентина Дьяконова, представляю агентство «Профессионал». Как сказал Дмитрий, да, это было у нас в 15-16-х годах, вот основной поток, как раз-таки увеличение количества выданных ипотечных кредитов, и это было связано с понижением ставок. Я сама даже именно под эту волну вступила в ипотеку, да, и мои знакомые также инвестировали в ипотеку, потому что тогда большая часть населения думала, что это уже самый низ ипотечных ставок, и что нужно сейчас воспользоваться моментом и стать обладателем нового объекта недвижимости. Ну, как оказалось, это не самый низ, то есть нет предела совершенству, нет предела снижению ставок ипотечных, в том числе кредитов, эта сторона. Ваше мнение, вот какова ситуация вообще сейчас на рынке, что люди покупают, как люди покупают, какой-то процент может быть на собственное накопление, какой-то процент вращается в кредитное учреждение, давайте, вот, кто? Ну, рынок недвижимости на сегодня имеет хорошие перспективы, наблюдается стабилизация цен и расширение предложений застройщиков. Ну, средняя стоимость недвижимости, да, квартиры на первичном рынке стоит 60 тысяч, на вторичном рынке 75 тысяч. Вот, например, однокомнатная КПД стоит 3 миллиона, однокомнатная квартира индивидуальной планировки стоит 3 600. И однокомнатная КПД 112 серии 3 300 где-то, 3 миллиона 300. Хрущевка однокомнатная 2 700 и блочном однокомнатном доме стоит 3 миллиона, да. Ну, по сравнению с предыдущими годами стоимость снижается. Это связано с увеличением количества, значит, объектов недвижимости, потому что Якутия является один из лидеров, значит, лично-сторисственного на Дальнем Востоке. И вот ключевую ставку, значит, Центробанк снизил с февраля. Мы, как мы знаем, этот час составляет 7 с половиной, и поэтому ипотека становится доступной. И, соответственно, значит, рынок реальторских услуг расширяется, растет, поэтому мы занимаемся не только оценностью деятельности, но и предоставляем реальторские услуги. Это ваше химикарство? Да, наша Якута промоценка. И, пожалуйста, обращайтесь. Пользуйтесь моментами и в качестве рекламы, да, отлично. Девушки, а насколько, вот, по вашему мнению, люди покупают, выбор делают в пользу новостроек, чем на вторичном рынке? Вот ваше видение, исходя из вашего опыта. У нас за 2017 год более 900 семей Якутии приобрели квартиры, из них где-то 600 семей приобрели на первичном рынке. Поэтому я считаю, что... То есть соотношение 2 трети на первичке, и получается остаток, кому приглянулась, скажем так, подходящая квартира на вторичном рынке? Примерно такой остаток? Где-то так, да. Я думаю, что это зависит от финансовых возможностей людей, да. Некоторые покупают, конечно, многие, например, в нашем агентстве, компания Крепость, да, покупают на вторичном рынке. Получается, квартира с ремонтом, многие хотят с мебелью, да, поэтому уже на выбор человека уже уходит. Всем участникам, вот риэлторам, да, 2017 год какой ставкой ознаменовался? Мы пока не говорим о новой ставке, да. Примерно по какой ставке ваши клиенты брали ипотечный кредит? Ну... В этом году. Нет, в 2017. В 2017, думаю, стоит говорить только о втором полугодии, да, когда как раз-таки снизились, да. Там в среднем ставки у нас были 9 и 9,5, да. Это вот как раз-таки вот именно средняя, как сказать, вот именно по возрастной категории, это до 40 лет, да. А если, например, от 40 и выше, там уже идет у нас 9,5, 10. Также все зависит от того, будет ли клиент страховать жизнь и здоровье, потому что это очень значительно влияет на конечную ставку по ипотеке. Вот в дополнение, да, вот по увеличению вот именно людей приобретать вот желание, да, покупать, влияет также субсидии, да, что нашим молодым педагогам, работникам здравоохранения выдают сертификаты. И как раз-таки сейчас программа вот именно по выплате, ну, социальной выплате для работников педагогических учреждений для, ну, в сфере здравоохранения с 19 по 16, да, вот сейчас вот как раз-таки года, по 18 дают сертификаты. И в этом году у нас, в принципе, уже три клиента как раз-таки приобрели, используя средства и социальные выплаты. А средства социальные выплаты, они были равны, там, 1 миллиону 500 тысяч. Это единовременные выплаты? Да, единовременные выплаты. И к представителям государственного Росельхозбанка у меня все-таки вопрос. Вот говорили же о низе, да, там, 13% было снижение первой волны, там, 12%, да. Какова сейчас, вот буквально с февраля наступающая, скажем так, мое мнение такое, вот те социальные меры, которые, материнский капитал и так далее, они приобретают более законченный вид, да, в комплексе, скажем, вот с грядущим, вернее, уже состоявшимся снижением ставки по ипотечным кредитам, мы получаем уже завершенный социальный какой-то продукт. Давайте. Ну, в целом, я вот из истории кратко расскажу, да, в части социальной поддержки именно по ипотеке, ну, возмещение процентных ставок. В целом, вот 2015 год, 2016 года, когда ключевая ставка там подскочила, ставка ипотечная составляла где-то 14-13, это рыночная ставка. После субсидирования государственного бюджета, федерального бюджета, ставка составляла где-то 11,75-11% ставка. Ну, как бы для населения эта ставка на тот момент была приемлемой. Ну, учитывая, что последние там несколько лет подряд у нас ключевая ставка постепенно снижается, соответственно, процентная ставка по кредитам снизилась. В этом году средневзвешенная ставка там была от 9,5 до 10, ну, в прошлом году. Сейчас, в декабре, вот по постановлению правительства Российской Федерации, снижение составит, ну, процентная ставка составит 6%. Ну, Росельхозбанк в числе первых банков участвует в этой программе, соответственно, уже клиенты могут подходить в банк и подавать заявки на под 6% ипотека. Ну, я кратко расскажу, вот именно какие основные критерии есть по данному постановлению. Ну, в первую очередь, это самый основной момент такой, да, программа работает только вот с января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В этот период, ну, как бы основным условием должен родиться второй или третий ребенок. Тогда только эта программа начинает работать. Если ребенок родился до 2018 года, второй, да, например, программа уже не работает. Это должен родиться третий ребенок. Тогда только можно взять ипотечный кредит. Но в случае с третьим ребенком тоже включается, скажем так? Да, тоже включается. Но факт рождения ребенка должен быть именно начиная с 2018 года. Вторым основным моментом процентная ставка 6%, она будет действовать от 3 до 5 лет в зависимости от условий. Если в 2018 году второй ребенок рождается, то это 3 года льготный период определенный 6%. А если в этот период третий ребенок рождается, тогда этот льготный период увеличивается до 5 лет. Получается 5 лет под 6%. А после 5 лет, например, уже ставка становится рыночной. Но я хочу оговориться, что там рыночная ставка будет уже фиксирована в момент выдачи кредита. На текущую дату процентная ставка составляет 9,5. В среднем по рынку 9,5. Соответственно, через 5 лет у нас в соглашении по договору ставка будет 9,5. Соответственно, например, банки при выдаче кредита уже фиксируют свое фондирование. Соответственно, уже на 25-15 лет на сроке ипотеки можно уже прогнозировать свои доходы. Ну и, соответственно, процентная ставка фиксируется. Следующим моментом основным является то, что сумма кредита не должна превышать 3 миллионов. И первоначальный взнос должен составлять 20% от стоимости квартиры. Вот эти основные моменты по восстановлению правительства Российской Федерации. В эти 20% может ходить использование материнского капитала? Ну, в зависимости от какой банк, по какой программе выдает. Например, Ростельхозбанк принимает как материнский капитал, как первоначальный взнос. Поэтому уже клиенты могут спокойно с этим маткапиталом подойти, учитывая, что без накоплений могут уже взять ипотечные кредиты. Есть дополнения, да? Ну, в принципе, да, общие такие моменты. Это общие моменты. Что, если, допустим, семья уже обременена ипотечным кредитом, который, ну, скажем так, по 10 или по 9 с чем-то процентов, и она считает, что она подпадает под эти критерии, и желает рефинансировать текущий кредит? Ну, к сожалению, вот по постановлению уже такое невозможно. Если человек до 2018 года взял ипотечный кредит, он уже не может ее рефинансировать под 6%. То есть это должно быть первое обращение? Это должно быть первое обращение с 2018 года. Ну, если вот, как бы, вот такой есть нюанс. Ну, в принципе, если вот в годах там под 11, под 12 брали кредиты, в принципе, могут подойти под рефинансирование ипотечного кредитования. Сейчас ставки на уровне 9. То есть в случае, если подается заявка на рефинансирование, будет вот как раз рассматриваться на уровне рыночной... Текущая рыночная ставка. Текущая рыночная ставка, которая вот будет зафиксирована в договоре по социальной ипотеке, да? Нет. Нет, имеется в виду... Нет, я имею в виду не 6%, а вот эти вот 9 чем-то, которые на текущий момент составляют... Ну, по текущей ставке будут кредитования. То есть эта ставка, она фиксируется у нас до конца срока. Туда подпадают все кредиты. Это обычное рефинансирование ипотечных кредитов. Туда подпадают все клиенты, у которых есть ипотека. Там независимо, когда ребенок родился и когда этот оформился. Это вот уже без... Обычная, да. Без господдержки. Без господдержки. Да. Но она считается сейчас на рынке самая низкая. Если мы помним, вот ипотеку с господдержкой там 16-го, там 15-го года, она у нас сравнялась там 12-11%. Сейчас у нас обычная ипотека и также рефинансирование, она у нас 9%. То есть это намного ниже. Товарищи работники кредитного учреждения. Одного из крупнейших государств, с участием государства. Как быть с обязательным пунктом, который рассматривается? Вот полная стоимость кредита составляет такую-то, такую-то, такую-то. Вот как в этом случае, если у нас все-таки получается первые от 3 до 5 лет действует ставка, 6% и конечный вот этот, вот этой рамочке, который пунктик заключен, да? Я сейчас объясню, да. Вот это полная стоимость кредита, это не процентная ставка кредита, это полная стоимость кредита. Да, входит не только процентная ставка, да, туда вот расчет идет, ставка под 6% первые там 3 года, да, плюс дальше идет расчет по ставке по стандартным по 9%, плюс еще какие-нибудь текущие расходы. Расходы могут быть как раз таки связаны со страхованием в жизни и так далее. Мы, когда подписываем кредитный договор, обязательно к кредитному договору прилаживается график платежей. Она рассчитывает, сходя вот из пунктов, которые по господдержке идут, да, вот сейчас по новой под 6, и потом, начиная с 36-го месяца, она будет уже как бы под обычной, ну, под 9%. И вот это все суммируется, и процентное отношение мы уже фиксируем эту ставку. Ну, и дополнительно я скажу, да, вот, почему вот именно 3 и 5 лет именно льготная ставка, да, возникает. Потому что если вот аннуитентный платеж, фактически, да, первые 3 и 5 лет оплачиваются проценты. Ну, иногда вот у нас знакомые даже, друзья подходят, иногда говорят, вот я 2 года оплачу ипотеку, а заплатил всего лишь из 3 миллионов 100 тысяч, да. Как это понимать? Я же там плачу, там, условно сказать, 40 тысяч или 30 тысяч, да. Но почему основной долг не уменьшается, да. Вот именно льготная ставка именно направлена, чтобы первые 3 или 5 лет, ну, по максимуму погасить основной долг. Это для, например, клиентов, это очень выгодно получается. Ну, и дополнительно я могу сказать, что вот именно в Россельхозбанке есть дифференцированный платеж. Ну, это означает, что это не аннуитентный платеж, а это означает, что каждый месяц, ну, ежемесячный платеж, тёж, он меняется, да. Фиксируется основной долг, например, условно, 5-15 тысяч каждый месяц оплачивается, ну, и сверху этого проценты. Поэтому, если сравнивать вот дифференцированный платеж, ну, как бы, и аннуитент, да, получается, экономия вот в пользу второго, потому что аннуитентный платеж, там, переплата достаточно большая. То есть клиентам, опять-таки, выгодно требовать в кредитных учреждениях именно дифференцированный подход, поскольку это, ну, максимально, скажем так, с экономической точки зрения выгодно для потребителей. Ну, имеется в виду, в рублях, конечная цифра, да, в рублях переплата, она будет намного меньше, чем аннуитентные платежи. Аннуитентный платеж, там, как бы, как я сказал, что первые 5 лет в основном платят проценты. Основной долг мало погашается. Есть ли какие-либо еще подводные камни, о которых нужно было бы оговорить, поскольку я предвижу все-таки определенный вал обращений, да, граждан именно по этому продукту, все-таки оговаривается рекордно низкая ставка ипотеки вообще в стране. И многие семьи, которые решают жилищный вопрос, при помощи кредитных учреждений, они наверняка пойдут валом. Вот все-таки для наших потенциальных, ваших потенциальных клиентов, какие бы замечания вы бы еще, кроме вот этого, кроме как, скажем, фактора рождаемости и так далее, хотели бы заменить? Вот фактор рождаемости, я поставлю, это рамочные условия, но у каждого банка есть своя система андеррайтинга, ну проверки, да. Во-первых, клиент должен быть хорошей кредитной историей, это обязательное требование, потому что с плохой кредитной историей, к сожалению, там фильтр не проходит, да. Плюс к этому клиенты должны иметь работу, ну, официальную, белую зарплату. Не серую, а именно белую зарплату, где подтверждается 2НДФЛ и налоговыми платежами, ну, пенсионные, там, налоговые органы, ну, и плюс к этому совокупный доход, семейный доход, он должен превышать именно, ну, ежемесячный платеж за минусом, там, исходов на коммуналку. Да, коммунал, не коммуналка, даже МРОД, как бы на каждого человека распространяется МРОД, ну, по этому объему. Поэтому, кроме таких, таких общих условий, есть еще индивидуальные условия у каждого банка свои. То есть, рано говорить о каком-то стопроцентном или там двести процентном социальном характере данного продукта, получается, да, поскольку это не, все-таки первым банк будет ставить пункт, рассматривать, вернее, критерии платежеспособности заявителя, да. И раз уж прозвучало слово социальное, то в аспекте того, что социальное, это позволит улучшить, может быть, какие-то социальные параметры внутри государства, ту же рождаемость, да, с помощью включения таких вот чисто экономических механизмов, которые, ну, позволят реально улучшить условия жизни наших сограждан. То есть, речь пока о ипотеке для малоимущих идти не может. Нет, я тут с оговоркой скажу, да, в связи с снижением процентной ставки до шести, например, да, вот если процентная ставка была бы 10-11, да, доступность к этой ипотеке была бы намного меньше, да. Когда ставка снижается до шести, соответственно, люди уже не с очень большим доходом уже могут претендовать на это, потому что ежемесячный платеж из-за того, что ставка маленькая, да, будут меньше. Соответственно, охват будет чуть больше, чем была бы ставка там 10-11-12. Поэтому в какой-то мере все-таки социальная направленность она есть. И плюс к этому вот материнский капитал тоже, как первоначальный износ. Сертификаты разные там для бюджетников, для учителей, для молодых семей там. Она вот комплексы дает возможность именно тут повышается доступность ипотеки. Именно в первую очередь доступность. Доступность ипотеки. Хорошо. В первой части программы «Народный контроль» вкратце представители одного из крупнейших банков с участием государства, Россельхозбанк, рассказали об условиях, новых условиях ипотечных кредитов. 6%. Во второй части мы продолжим наш разговор. Программа «Народный контроль» продолжает разбираться в критериях, которыми оперируют кредитные учреждения для отбора, желающих попасть в программу отбора участников с рекордной низкой ставкой кредитного продукта со ставкой 6% годовых. Мы определили в первой части, что эта ставка действует от 3 до 5 лет. Могут претендовать семьи, у которых второй или третий ребенок рождается в определенный период. И основным, конечно же, критерием является платежеспособность. То есть речь не может быть идти о какой-то специальной ипотеке, как для социального сословия. Военная ипотека же есть у нас понятие. Речь не может идти о какой-то… Если социальная, то это не означает для малоимущих, допустим. Прискорбно, конечно, на самом деле. Но мы не оговорили еще несколько дополнительных пунктов о обязательных условиях, которые должны знать потенциальные наши заемщики. Давайте остановимся на них подробнее. Да. Еще дополнительным таким основным моментом является квартира должна покупаться только в первичке. Это основное условие. Вторичка вообще не предусматривается, только первичка. Еще дополнительные такие условия есть, как страховка. Если нет страховки, ставка увеличивается на 1%. Ну, как бы это само собой. Ну, и по возрасту от 21 до 65. Ну, кредит должен заканчиваться к 65 годам. Вот основные моменты. Вот тут нет определенных коллизий в части страховки, что раз уже заявлено 6%, то 6% должно работать в любом случае, если я использую страховку или нет. Почему страховка является таким важным фактором, который кредитные учреждения берут во внимание? Ну, страховка в целом, да, вот во всем мире, она считается как безопасность. Залобка. Безопасность, потому что все-таки кредит берется не один год, а 15, 20, 25 лет. Соответственно, без страховки, если этот кредит, ну, как бы для самого заемщика, это как бы большой риск. Поэтому с точки зрения в целом, как экономическое направление, вот, ну, если человек планирует свои доходы в будущем, да, трудоспособность, возможность работать, да, страховка, скажем так, очень большая защита человека. Поэтому в течение 25 лет может всякое случиться, ну, как бы никто от этого не застрахован. Поэтому страховка, она помогает именно защитить своих жен, детей, там, наследство не оставить, долги какие-либо, да, поэтому страховка – это обязательное требование, ну, как бы для банков и для заемщиков. И по части возраста, я с трудом представил себе 65-летнего, да, у которого появится второй или третий ребенок. Нет, имеется в виду, вот, человек же может в 30 лет второго или третьего ребенка, ну, как бы родить, но в то же время он может взять ипотеку на 30 лет. Ну, соответственно, как бы к концу срока… Срок окончания. А, речь идет о возрасте, к концу окончания. К концу окончания. К концу выплаты, скажем так, к кредитному продукту. Да, 60 лет должен быть. То есть, 65-летние, бодрые, зрелые пенсионеры, скажем так, они автоматом попадают из желающих попасть в эту программу. Ну, да, логически, да, так получается. Получается так. А сейчас, просто в качестве ремарки, пенсионерам выдаются вообще ипотечные продукты? Пенсионерам выдаются, но там срок маленький получается, до 65 лет, в принципе, там получается на 5-10 лет. Но, учитывая то, что там за такой короткий срок ипотеку невозможно выплатить, там очень мало таких заемщиков. Всем известно, что у нас Россельхозбанк – это банк, который оперирует прежде всего в сельской местности, адресован для жителей сельских поселений. Как вы думаете, анализируя вот нововведения, которые вступают уже в силу, да, Россельхозбанк в ряду ряда российских банков является, ну, оператором вот данной государственной программы. Много ли вот конкретно применить на Кейкутии, то есть локализуя, скажем, проблему, да, много ли будет именно жителей сельских поселений? Ну, в целом, вот… Ваше видение уже не только как банкир, вообще как политика. Ну, в целом, вот, скажем так, сельские жители активно пользуются ипотечным кредитованием. Ну, конечно, процентном отношении, в отличие от города, да, конечно, меньше, потому что все-таки там программа строительства на местах, она не так развита. Это в силу объективных причин. Но в то же время сельские жители, например, вот, для детей покупают квартиры в Якутске, там, в Нейрингере, в Мирном или еще в каких-то городах, да, и для этого все равно они вступают в ипотеку. Поэтому почти ряд сельских жителей они покупают. Ну, да, и оно может и подстегнуть для покупки в текущем моменте сельских жителей, чтобы ипотечные кредиты взяли. Дополните? Да. Дополнить можно? Да, конечно. Без можно ли? Ну, вот, как раз-таки помощниками, да, вот, именно по части информирования населения, да, вот, по ипотечным программам банков, да, вот, по Российхозбанку являются агентства, которые занимаются вот именно недвижимостью и ипотекой. Вот, хотелось бы сейчас пользуясь моментом, да, вот, сказать большое спасибо Российхозбанку за то, что они стали нашими первыми партнерами по части ипотечного кредитования. Но, в принципе, агентство профессионалов не только по ипотеке сотрудничает, но и также по оценке. И для того, чтобы увеличивать именно шансы людям, да, которые имеют возможность участвовать в программе, вот, по 6%, мы на данном этапе разработали вот два направления. Ну, это первое, это то, что 20 февраля мы выезжаем в Намский район, всех желающих приглашаем на нашу ярмарку недвижимости. Более подробную информацию вы можете узнать по номеру 256-111. А также, вот, по первичному рынку, да, вот, что хотелось бы сказать. В принципе, мы посоветовали бы всем желающим следить за новостями застройщиков, да, так как они проводят акции, да, вот, как раз-таки, мы, так же, да, у нас акция идет, как раз-таки, с застройщиком, ведущим Тоймада Инжиниринг, купи по старой цене. Их дом 3-2 вводится вот во втором квартале. В принципе, он почти на конечной стадии, да, и если вы желаете приобрести в этом доме, а этот дом у нас располагается в 203-м развивающемся очень даже, да, микрорайоне, и окна выходят у нас на зеленый лук, да, вы, в принципе, вы можете позвонить к нам также по номеру 256-11. Ну и до 15 марта, кстати, эта акция действует, поэтому успевайте. У нас имеются очень хорошие варианты, и, кстати, вот под 6% можно, в принципе, за 3-600 купить очень даже хорошую двухкомнатную квартиру, да, и... А как вы считаете, вот вообще критерий вот этой государственной политики 3 миллиона, это что? Это мало, это вот как раз-таки вот для Дальнего Востока выделили только до 3 миллионов рублей, да, вот для Московской области, там, для других, там, до 8 миллионов, ну, на наш взгляд, ну, за 3 миллиона 600, да, для семьи, в которых есть двое детей, да, вот, ну, это нормальный стандарт, ну, очень хорошие условия, да, а для тех, у кого 3, да, третий ребенок рождается, они планируют четвертого, да, ну, это уже, ну, как сказать, будет не так хорошо, конечно, приятное улучшение жилищных условий, поэтому эта программа, она хороша, но имеет свои такие же тоже нюансы, да, и поэтому люди, в принципе, когда они решают улучшить свои жилищные условия путем получения ипотеки в банках, да, необходимо задуматься, насколько они финансово готовы, да, и насколько это правильное капиталовложение в будущее. Люди в Красном всегда хорошо отвечают, вот, мое личное замечание такое, да. Можно вопрос, да? Да, конечно. Вот. Вам же работать с банками, и вам нужно выяснить все нюансы вот этой грядущей государственной программы. Вот, под ипотеку 6%, да, туда все застройщики входят или определенные только? Нет, вот, в целом, программа распространяется на все, там ограничений никаких нету. Главное условие-то первичка должна быть, ну там, новостройка, это обязательное требование. И плюс к этому, как бы, вот эти все условия, которые к требованиям заемщикам самим распространяются. Поэтому никаких ограничений нету. Просто-напросто там, как бы, да. То есть, какого-то пула определенного, вот этот застройщик подпадает, вот этот подпадает? Нету, абсолютно такого нету. Есть маленький нюанс, да, вот, что если они приобретают на первичном рынке, да, то это обязательно должно быть приобретено именно от юридического лица, не от физического лица. Есть тоже такой маленький нюанс. От застройщика. От застройщика. То есть, вот эти переступки между физлицами туда не подпадают сразу. Да, поэтому вот тоже нужно об этом знать, да. И как раз-таки вот агентство риэлторы, да, специалисты по недвижимости, ипотеки обязаны консультировать и предупреждать, да, о том, чтобы потом ипотека не стала в тягости. Здесь еще есть вопрос? Да, есть у меня вопрос. Скажите, под 6% уже есть теми, которые приобрели вот именно в Росельхозбанке? Ну, заявки есть, пока мы рассматриваем, просто по крайней мере, пока на текущую дату нету, но заявки есть. Я думаю, уже в ближайшее время будут выдачи. Как первоначальный взнос пойдет, материнский капитал, либо какие-то сертификаты? Ну, я могу сказать только про Росельхозбанк, потому что другие банки у всех свои программы, но именно в Росельхозбанке материнский капитал является первоначальным взносом. То есть вот эти 20%, да? Да, 20%. Я тут в мозгу включаю, 20% от 3 миллионов это сколько? 600? Нет, 600, да. То есть в принципе... 600 тысяч, да? Можно, да? А республиканский материнский капитал, он же тоже входит. Да, да. То есть как раз таки... То есть без разделения на федеральную составляющую и без... Да. И в сумме оно как раз таки дает 600 тысяч. В сумме 600 тысяч дает. Да, и как раз таки дает. И это без индексации. Еще вопросы есть здесь? В этом году будет действовать закон о проектном финансировании, да? Значит, долевое вот финансирование будет, ну, как бы переход будет, да? И вот этот закон будет влиять на господдержку? Речь идет о 214. Ну, 214 закон, он никак не повлияет на, как бы, саму программу кредитования под 6%, но оно как бы повлияет на самих застройщиков. Косвенно, да, на количество самих застройщиков, которые могут принимать участие в программе. Ну, и, конечно, повлияет на, скорее всего, рост цен, да, вот на недвижимость. Ну, я предполагаю, что не в ближайшем. Не прямо завтра и не на следующий день после 1 июля. Я так понимаю, потому что, ну, застройщики, они тоже хотят жить и кушать тоже хотят. И они создали определенный запас прочности для своей деятельности на ближайшие 2-3 года. Поэтому какие-то результаты мы вполне можем ожидать, наверное, ближе к 20-му даже году. Да, ближе к 20-му. Ближе к 20-му. Ну, и негативно может сказаться просто на количестве участников строительного, как раз, рынка строительных услуг, которые могут принимать участие в данной программе. И закрытие программы с 18-го по 5 лет рассчитывается? Да, по 22-й год. По 22-й год? Да. Ну, это же 4 года. А, по 22-й, если включительно. Включительно. По 31-го декабря 22-го года. Аккумулирую, скажем так, те возможные вопросы, которые могут все-таки возникнуть. Вот по части сроков рассмотрения и так далее. Вот бывает же иногда такой подход, раз банк федеральный, то принятие решений конкретно по заявке, возможно, даже на 6% и так далее будет. Какие сроки определяются по регламенту вообще немножко о порядке рассмотрения вот этих заявок? Ну, у нас, допустим, если по опыту взять, когда была вот ипотека с господдержкой, там отдельных сроков не было, они у нас рассматриваются на общих основаниях, и это занимает 1-2 дня максимум. То есть нету такого, что это ипотека с господдержкой 6%, мы будем 10 дней рассматривать. То есть для банка это обычная заявка, потому что обычная ипотечная заявка. С господдержкой, без господдержки. Мы рассматриваем 10 дней и все, точка. Ну, не 10, у нас 1-2 дня. В пределах 10 дней, получается. У нас звонок от нашего телезрителя. Говорите в эфире. Говорите. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, вот у меня есть ипотечный кредит. Говорите, говорите. И мы хотим подать заявление на рефинансирование. Будет ли первоначальный взнос в этом случае? При рефинансировании действующего ипотечного кредита не требуется первоначальный взнос. Рефинансирование – это вообще понятие, когда у человека кредит в другом банке, он переходит в другой банк на обслуживание. С учетом снижения процентной ставки. Люди сейчас еще, когда рефинансируют ипотечные кредиты, стараются уменьшить срок, меняют тип гашения основной, тетного на дифференцирование и так далее. Более для себя лояльные условия создают. Но это не означает, что человек, когда переходит на рефинансирование, он должен еще первоначальный взнос оплачивать и так далее. Как банкир, как представитель финансовой сферы, скажите, как семье быстрее погасить ипотеку? Я понимаю, что это для вас невыгодно. Нет, почему? Благосостояние населения всегда выгодно для банков. Как погасить? В первую очередь, есть два вида платежей. Я вот говорил, аннуитентный, дифференцированный. Чтобы не переплачивать, желательно брать дифференцированный платеж, потому что при аннуитентном, как я и говорил, что первые от 3 до 5 лет вы платите проценты. То есть на глаз это будет как холостую работу, да? Ну, по факту, многие клиенты, они так и говорят. Вот я три года плачу, а погасил основной долг 100 тысяч или 200 тысяч, да, хотя у него ипотечный кредит где-то 3 миллиона, ну, может быть, 2 миллиона, да. И поэтому дифференцированный платеж, он с одной стороны как бы выравнивает, потому что, во-первых, сумма погашения одна и та же сумма, и за первые 3-4 года он погасит в два раза больше порядка там. Но платеж, он будет, конечно, немного нагрузка, ну, нагрузка чуть выше будет. Ну, и как раз таки вот эта программа 6%, она, учитывая именно вот этот нюанс, она дает именно вот первые от 3 до 5 лет 6% наградить. Соответственно, у клиентов погашение ипотеки будет намного быстрее идти. Вот больше возможностей они получат в плане того, чтобы быстрее рассчитаться. Да, быстрее рассчитаться. Да. А пользуясь тоже своим правом, если немножко, вот, допустим, 30% у меня ипотечные выплаты, да, если каждый раз я буду платить, ну, не по 30%, а по 40%. Ну, просто-напросто вы пишите заявление о досрочном погашении и погашаете. А потом же пересчитываться будет. То есть вот эти разницы как-то... Там два варианта. Если вот аннуитентный платеж дает два варианта. Или сокращение срока, или уменьшение аннуитентного платежа, если это аннуитентный платеж. А если это дифференцированный, там вообще проблем нет. Потому что каждый раз у вас сумма будет меняться. Там перерасчет сразу идет. Сразу идет. Да, перерасчет сразу идет. У нас буквально две минутки остаются, Василий Васильевич, может, у вас есть какой-то призыв, обращение к гражданам? Ну, учитывая то, что сейчас в 15-14 года ставки по высоким ставкам население покупало кредит, ну, ипотечные кредиты, желательно сейчас как бы рефинансировать. Это есть возможность. Второе, вот после рождения второго-третьего ребенка вы можете спокойно обратиться в любой федеральный банк, который в программе находится, и получить кредит под 6%. Это позволит, во-первых, жилищные условия улучшить, во-вторых, позволит не так, ну, небольшую переплату. 6% все-таки первые от 3 до 5 лет, это дает вам большую фору. Спасибо, что печетесь о согражданах, о ваших клиентах. На самом деле, ипотека, да и любой кредит, это все-таки бремя ответственности. Бремя ответственности, которую нужно исполнять с особой тщательностью. Испорченные кредитные истории, это, не дай бог, не хотел бы врагу даже пожелать. И то, что снижается в рамках исполнения каких-то государственных программ ставки по ипотечным кредитам в совокупности с другими социальными программами, дает нам возможность говорить о реальном, скажем так, о реальном улучшении дел в данном направлении, улучшении жилищных условий наших граждан. И наряду с таким явлением, как военная ипотека и поддержка молодых специалистов, ипотека с 6% ставкой дает возможность говорить о социальной ипотеке. Увидимся.